Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Владимир Янаки, член Общественной палаты Рязанской области, ветеран боевых действий и член Союза художников России. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Анна. Владимир, я знаю, что вы являетесь председателем жюри конкурса «Россия и Сирия глазами сирийских детей». Расскажите о конкурсе и почему именно вы стали председателем жюри? В августе Русский центр Университета Дамаска объявил в Сирии о проведении конкурса «Россия и Сирия глазами сирийских детей». Этот конкурс направлен на поддержание сирийских детей из разных провинций. В нем приняли участие дети из провинции Латакия, Тартус, Дараа, Сувейда и Хомс. В общем, приняли участие 61 ребенок. Дети нарисовали работы. Это работы на тему России и Сирии. Это как и пейзажи, так и такие сюжетные работы. Позже все эти работы были переправлены в Россию. И по предложению сирийской стороны я возглавил жюри этого конкурса. Мною были отобраны победители. Шесть победителей. Два победителя первого места, два второго, два третьего. А также еще четыре поощрительных приза. Скажите, по какому принципу отбирались все-таки лучшие работы? Что именно вы хотели увидеть в них? Ну, конечно, отобрать было очень сложно, потому что все дети очень талантливые, все работы очень интересные. И каждая работа каждого ребенка, она очень интересна и ярко по-своему. Поэтому сложно было принимать такое решение. Но дело в том, что по работам победителей конкурса будут также к выставке напечатаны открытки и календари. И поэтому все-таки я исходил еще из соображений такого плана, чтобы эти работы хорошо смотрелись на открытках и календарях, которые потом будут представлены как подарки для гостей выставки. Скажите, откуда же сирийские дети знают так много российских мест? Они бывали уже в России. Как это вообще? Ну, дело в том, что я еще сотрудничаю уже несколько лет с Центром по изучению русского языка Айрахеб, города Джабла, провинция Латакия. В этом центре обучаются русскому языку многие сирийские дети. И вообще сейчас в Сирии, благодаря решению наших президентов, русский язык изучают как один из главных в школах. Поэтому многие именно сирийские дети, они хорошо говорят на русском, хорошо пишут на русском. Им очень нравится русский язык, очень нравится Россия. А вот что касается визита, то в августе месяце по приглашению министра обороны Российской Федерации целая группа сирийских детей посетила Москву. И около пяти дней они находились в Москве. Для них проводились интересные экскурсии по всем известным знаковым местам Москвы. Они остались в большом восторге. Было много фотографий, много сюжетов. И, конечно, для них это очень важно, потому что в Сирии сейчас после войны они во многом лишены какого-то детства, они лишены впечатления. Вот все-таки в России, благодаря Министерству обороны Российской Федерации, благодаря политике нашего национального лидера, сирийские дети могут с интересом все это увидеть, все это впитать в себя. И, конечно, для них это очень важно. Для них это впечатление, эмоции. Вот, получается, те дети, которые были, возможно, увидели Храм Христа Спасителя, другие церкви, да? Да, конечно, они увидели, фотографировались. Я видела эти рисунки, во многих из них действительно какая-то духовность прослеживается. И голуби, вы говорите, церкви, да? Вот, что хотят этим дети сказать? Кроме российских православных церквей, сирийские дети на этих рисунках еще изображали и известные исламские мечети в Дамаске. Но вообще, конечно, как я говорил, дети всего мира говорят на одном языке, понятном абсолютно каждому. Ну, и через эти работы они хотят верить в мир и счастье на сирийской земле. Для них это самое главное сейчас. Скажите, как и когда будут получены подарки? Я знаю, что работы были привезены с помощью наших военных, да, прям самолетом и доставлены. Каким образом и какие подарки теперь получат сирийские дети? Сирийские дети получат подарки. Это художественные материалы для творчества, для детского творчества. Краски, кисти, специальные альбомы для рисования, для живописи. А также сирийские дети получат подарки, переданные от правительства Рязанской области. Это детские произведения, детские книги советских и российских писателей. А также это поэма Сергея Есенина Анны Снегина, напечатанная в Рязани на 11 языках. И все эти подарки я лично передам сирийским детям в Дамаск уже в конце этого месяца. Также подарки получат дети, изучающие русский язык, из центра Айрахеб, города Джабла. Это тоже художественные материалы для творчества. А также буклеты и постеры с моими живописными произведениями. Когда выставку вот эту вот можно будет наблюдать? Россия и Сирия глазами сирийских детей. Я так понимаю, работы еще не уезжают пока в Сирию? Сами работы? Нет. Работы сейчас находятся в Рязани. И эту выставку рязанцы смогут увидеть уже в конце 2021 года в Рязани. Она будет проводиться в нескольких локациях при поддержке правительства Рязанской области, при поддержке общественной палаты Рязанской области и библиотеки имени Горького. Ну а также в планах, в моих планах, стоит проведение этой выставки в 2022 году в Сирии на российской авиабазе Хмемим в провинции Латакия. Владимир, с какого года вы вообще начали сотрудничать с Сирией? Почему так произошло? Начал я работать с главным военно-политическим управлением вооруженных силой Российской Федерации с 2017 года. Ко мне лично обратились с просьбой провести большую персональную выставку моих произведений в Москве, в Министерстве обороны. Я с удовольствием откликнулся, поскольку мне тема защиты рубежей России интересна, небезразлична. Я считаю себя патриотом России, патриотом Родины. И, конечно же, такая выставка была проведена. И уже после этого выставка понравилась военнослужащим. После этого мне предложили провести мою большую выставку в Сирии на российской авиабазе Хмемим. И вот открытие первой моей персональной выставки произошло как раз на Пасху, 16 апреля 2017 года. Как вы думаете, почему именно ваши работы привлекли Министерство обороны? Почему именно вы зацепили? Какие работы нравятся военным? У меня много работ на тему России, на тему Родины. Много сюжетно-жанровых работ на простые российские темы и мотивы, изображающие быт, жизнь и труд простых русских людей, людей глубинки, людей села. Также много пейзажей, и пейзажи эти разноплановые. Много работ по Русскому Северу, по Карелии, по Кольскому полуострову. Все Золотое кольцо, весь Центральный федеральный округ практически в этих работах отражен. И что интересно, что для меня важно, что многие военнослужащие узнавали в этих работах свои родные места, подходили ко мне, мы общались, благодарили за выставку. Это очень важно, и дорогого значит вот так вот на несколько мгновений очутиться на Родине, очутиться дома, очутиться со своими близкими. Это ведь помогает военнослужащим переносить легче тяготы и лишения военнослужбы за пределами Родины, где российские военнослужащие находятся на переднем краю борьбы с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. И, конечно, для них это очень важно, увидеть родные места. Ведь, Анна, кроме этой выставки в 2017 году, у меня было еще две большие персональные выставки в Сирии. То есть и сирийцы тоже могут посетить, а обычные простые граждане сирийские могут? Дело в том, что на Хмемеме часто проходят большие культурные мероприятия, концерты. На которые приглашаются русскоязычные сирийцы, гости из городов Латаки и города Джабла. И, конечно, они приезжают с семьями, они приезжают с большим количеством детей. И также эти выставки мои не посещают. У нас есть с ними совместные фотографии и совместное видео. Также, в общем-то, очень тепло встречают. И очень идет положительный отзыв всегда от сирийцев, от русскоговорящих сирийцев. И от военнослужащих сирийских вооруженных сил. Скажите, вы на каждую выставку приезжаете, лично общаетесь со всеми посетителями, да? Можете что-то подсказать, просветить в чем-то, да? Ну, конечно. Ведь я еще с собой всегда вожу большое количество подарочной продукции. Это постеры и буклеты моих произведений. Ведь кроме выставок я еще работаю, провожу творческие встречи с российскими военнослужащими на так называемых точках. Это заставы и блокпосты в пустыне, в горах, в разных провинциях Сирии. И вот в прошлом году, в сентябре-октябре, на протяжении двух недель я работал на точках в провинциях Эс-Сувейда, Дараа, Тартус, Латакия, Алеппо, Дамаск. И как раз работал на голландских высотах на линии Брава. Это линия соприкосновения с группировкой Тахрир-Аш-Шам. Уже на границе с Израилем. Скажите, а не страшно вообще там находиться? Как вы себя чувствуете в Сирии? Ну, дело в том, что российские военные нас охраняют, оберегают. Все это целая войсковая операция. Все это очень сложно. Все это идет с охранением. Так что я чувствую себя отлично. И для меня на данных встречах, на данных мероприятиях самое главное поддержание морального духа российских военнослужащих. Самое главное то, чтобы они чувствовали себя комфортно, спокойно в условиях такой тяжелой службы. Ну, и, конечно, всегда при работе на точках идет самый яркий отклик душевный и духовный от военнослужащих. Потому что для них это очень интересно. Тем более, каждый получает подарки. Это и постеры моих произведений, как я говорил. И буклеты, и календари, и открытки. И каждый может это у себя в кимби поставить. Но кимбы – это такие небольшие домики, в которых проживает военнослужащий. И каждый день смотреть на эти работы, на эти картины. На родные просторы. Да, вспоминать родину, вспоминать родные просторы. Это для военных, конечно, очень важно. И они всегда рады. К приезду деятелей культуры из России. Они всегда отлично встречают. Всегда очень интересно мы общаемся. И я тоже заряжаюсь от военных. Всегда творчески. И всегда уезжаю тоже полон творческих сил. Скажите, я так поняла. Ваши персональные трипы были в выставке, да? А еще ведь есть в честь 75-летия Победы детская выставка. Это уже четвертая, получается, которую вы там провели, да? В Сирии. Расскажите вот о ней. Да, Анна. Вот как раз также в одну из последних командировок в сентябре-октябре прошлого года я также лично привез и представил для российских военных на базе Хмемим выставку. Как раз это было в год юбилейный, год 75-летия Победы. И поэтому выставка называлась «75-летие Великой Победы глазами рязанских детей». А выставка – это была как раз работа детей из школы «Вера» и детей из интерната Политаева. Выставка очень большой интерес вызвала у военнослужащих, поскольку, в отличие даже от выставок моих картин, это детские работы, они, конечно, не могут никого оставить равнодушными. Большой интерес у военнослужащих вызывало и то, как дети рисовали эти работы, что за мотивы, что за темы, что изображено на этих работах. Вообще, конечно, российские военнослужащие, они очень сердечно эти работы восприняли и очень душевны. И был очень серьезный такой душевный отклик. Выставка всем понравилась. Владимир, благодарим вас за то, что вы пришли к нам на программу. Время эфира подходит к концу, и в следующем выпуске программы мы поговорим о том, как командировки в Сирию повлияли на творчество Владимира Янаки.